Друзья, всем Велка, с вами Катя Бельчик и сегодня мы с вами попробуем замороженные торты. Мы с вами уже пробовали огромное количество тортов, всяких разных, дешевых за 100 рублей, дорогих за 20 тысяч рублей. И никогда не пробовали замороженный торт, за исключением одного, который к нам приезжал от кондитерской, которая готовит для блогеров. Там приехал реально полностью замороженный торт. Ну а сегодня торты мы заказывали не у кондитеров, а они как бы масс-маркетные, но цены кусачие есть. Есть и больше тысячи, там за полторашку. Так что сегодня я собрала для вас несколько позиций, посмотрим. У нас есть и чизкейк, и морковный торт, какой-то ассорти. Вот этот вот таблерон, миндальный торт от Альманди. Мы уже пробовали много тортов этой фирмы, очень их любим. Так что посмотрим, поглядим, присаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Наливайте себе чай, водичку, сразу ставьте лайк, если вам нравится то, что мы делаем. Вам несложно всего лишь нажать одну кнопочку, а данное видео попадет в рекомендации, и как можно больше людей узнает, какой же торт выбрать к чаю. А начнем мы, пожалуй, с самого на вид непривлекательного торта. Я люблю такое, вы знаете, когда он приехал, мы такие, вау, вот это да! Торт морковный, здесь 600 грамм, и стоил он, внимание, 989 рублей, почти 1000 рублей. Огромнейшая коробка, которая вообще не соответствует размеру тортика внутри. Давайте посмотрим, что там. Фирма Гранди, кондитерские домки, Гранде. Поправьте меня, пожалуйста. Поправьте, пожалуйста, те, кто живут в Гранде. Привет всем из Сормовской губернии. Да, да, люблю вас, обожаю, ставьте лайк, спасибо. Так, ребят, ну ладно, все без шуток, давайте попробуем торт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как всегда, не буду читать состав до этого, просто посмотрю описание. Приготовлен по классическому американскому рецепту. Сочный торт с морковью, орехами и легким вкусом корицы. Кто не любит морковный торт? Тот, скорее, его просто не пробовал. Зачастую вот приносишь к чаю морковный, говорят, фу, что морковный. А потом пробуют и не могут оторваться. Я так сказала, как будто бы этот торт будет вкусным, но я, честно сказать, не знаю. Просто сейчас откроем с вами, да? Коробка прям по размеру мне нравится. Я же уже сказала об этом, ты просто не внимательно смотришь. Спасибо. Блин, ну это реально ор. Его, наверное, как-то перекладывать нужно вот так к чаю-то и не получится. Давайте просто разрежем. Вот так. У нас все размораживалось несколько часов на теплом полу в кухне. Так что да, 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 все прекрасно. Все разморозилось. Ты знаешь, не взначай теплыми полами похвасталась. Но они у нас только в кухне есть. Вау, кстати, а выглядит очень даже, на мой взгляд, морковь крупновато. Или хурма. Как будто бы это я, которая на кондитере в блендер ее запихивала. Помните тот самый знаменательный случай, да? Я начала блендерить морковь. Вообще, по-моему, это не было. Очень крупно. Как будто ее кусками резали, а не терли на терке. Это, наверное, в промышленном блендере. Ладно, давайте попробуем. Ну, вообще, в целом, если не обращать внимания на то, что торт очень низкий, выглядит достаточно привлекательно. Посмотрите, какие пористые бисквиты. Три тоненьких коржика. Для них достаточное количество крема. Ну, по крайней мере, на внешний вид. Давайте заценим, как по вкусу выглядит. Ну, твое лицо говорит о многом. Если как раз это попробуют люди, которые не ели никогда морковный торт, то они его, скорее всего, и не оценят. Это не морковный торт. Да, я вижу в нем морковь. Но по вкусу это очень слабо. Я здесь четко ощущаю что-то из растительных жиров. Причем, мне кажется, это даже не в креме, а, возможно, в бисквитах какой-то то ли маргарин. Прям очень что-то неприятное. Такой пустой вкус, просто все забито с сахаром, какой-то жирнющий крем и чуть-чуть отсыревшие орехи. Чуть-чуть в плане, чуть-чуть вкуса их есть. То есть, когда добавляют поджаренный вкусный орех, он ярко ощущается, рецепторы раскрываются. Здесь какая-то ореховая масса невнятная. Ореховая масса в виде мимозы. Почему мимозы? Не знаю, мне это мимоз напомнило. Он, кстати, на мимозу похож. Тебе понравился? Да не, прям просто сахар. Просто сахар. Вот настолько много. Давайте посмотрим, что в составе. Мука, морковь, сахар. Сыр творожный, внезапно. Загустители. Лицо куриное. Маргарин, да. Масло сливочное, но и маргарин тоже добавлен. Причем маргарин, знаете, на пред-пред-последнем месте. Мне непонятно, зачем тогда его сюда добавили, если у вас в целом еще впервые идет сливочное масло. Маргарин здесь все испортил. И еще испортило, конечно, огромное количество сахара. Отзывов, кстати, на торт нет. Очень жаль. Ну ладно, я напишу что-нибудь про этот торт. А я сниму видео. Я просто хочу показать, как выглядит оригинал картинки. Можно, да? Что мы ждали? Серьезно? Давайте с вами согласимся, что данный разрез тоже не выглядит супер аппетитно. Но здесь коржи вообще другого цвета. То есть видно, что они какие-то пряные, насыщенные. Возможно, мы даже какао добавили. Крема мало, здесь крема больше. Но почему мы на картинке видим одно, а по факту нам привозят совсем другое? Очень странно. Давай насладимся вот этим точно вкусным тортиком. Хотя не факт, откуда ты знаешь? Данный торт стоил 1029 рублей. Здесь у нас всего 400 грамм. Торты от Альмонди никогда не славились дешевой ценой, потому что они импортные. Те самые торты, которые можно было купить в Икее. Но этот торт меня привлек тем, что он со вкусом таблерона. Мы пробовали адвент-календарь таблерон. Кипец, почему цитрон меня больше взбодоражил, чем таблерон? Мы помним золотые времена, когда он продавался в Дьюти-фри. Может, он сейчас продается. И вкуснее на свете ничего не существовало, чем белый таблерон с хрустящими медовыми вкраплениями. Это было потрясающе. Это нуга. Кто здесь разговаривал? Рисован крайне красивый торт. Особенно мне нравится, когда на картинках есть вариант подачи. Он уже с клубничкой, и ты представляешь, как ты будешь есть его с клубникой. Но, конечно же, клубники там нет. То есть молочный шоколад таблерон. Давайте откроем, попробуем. Кстати, он без глютена. Ну, так во всех вот этих миндальных тортиках. Я, кстати, без вас попробовала новинку с соленой карамелью еще. В целом, мне понравилось, но классика показалась гораздо интереснее. Там было супер много бисквита, а карамель достойная, и орешки были вкусные. Вот так просто вам рассказала. Понимаете, обзор вот просто по словам поймите, как мне было вкусно. Просто, видишь, как это выглядит уже? О, страшно. Ну, конечно, он немножечко об коробочку потерся, но это никак ему не мешает быть таким красивым. Правда, безумно аппетитно выглядит. Ты нож нагрела? Конечно. Ты нож нагрела? Да, да, да. Я просто сама по себе горячая, тут рядом со мной. А, я даже обожглась об торт, конечно. Ой, слушай, ну вообще там, конечно, нежнятина. Сразу пробуем. Сладко нередко. Конечно, он далек от слова в меру сладкий. Он очень приторный. Но он понимает, что здесь большое количество молочного шоколада, и в целом этот торт не может быть другим. Но текстуры потрясающие. Мне очень понравилось. Даже этот крем, который вряд ли из натуральных ингредиентов, очень приемлемо ощущается. То есть, нет какого-то послевкусия жира. Орешки такой россыпью хрустящие, поджаренные, рассыпаются во рту. То есть, они как раз-таки здесь зафиксированы шоколадом, и поэтому они не отсырели и не отмокли. И вы можете почувствовать хруст. Прекрасный шоколад, вкусный бисквит. Все же для меня в приоритете классика. Под классикой я подразумеваю торт Дэйм. Мне как раз-таки нравится торт здесь только в шоколаде. Без шоколада какой-то он скучноватый. Но в торте Дэйм чуть больше ощущается вкус миндаля. Здесь это что-то больше в стиле шоколадного торта с таким классненьким кремом. Что здесь за орехи? Давайте почитаем. Господи, все на английском. Ну что, мы не прочитаем. Все читаю на английском. Свейцарский молочный шоколад с медовой миндальной нугой. Нугу я здесь не почувствовала практически. Жир растительный, пальмовый и масло ши. А масло ши что? Полезно для нашей кожи. Все. Значит, можно есть. Вау, ядрышки косточек абрикосов. Я обожаю ядрышки косточек абрикосов. Мне всегда казалось, что они какие-то ядовитые. Но я так их любила есть. Я думаю, вряд ли они ядовитые. Все-таки, да, я выросла, я уже понимаю. Ядовитые только косточка от авокадо. Не понимаю, что по орехам. А как переводится almond? Миндаль. Компания называется almondy. Вау. Поаплодируйте, пожалуйста. Это просто, это гениально. Написано, знаешь как, шоколад таблероне. Таблероне? Да, так и написано таблероне. Я бы назвал этот торт приторная роскошь. Да, я с тобой соглашусь. Ты знаешь, самое интересное, что я вообще не нашла никаких орехов в составе. Кроме миндаля и вот как раз такие косточки абрикоса. Но у меня такое четкое ощущение, что сверху что-то другое. Вот здесь в посыпке. Ты понял, что это? Или это нуга таблероновская вот эта? Ну, вообще-то карамель таблероновская. Карамель вот эта, ну, нуга, да. В целом, очень вкусно. Наверное, хочется чуть больше ореховости и чуть меньше сладости. Но я так понимаю, что в данных тортах это невозможно. Ты как бы ешь, ты хочешь сладкого. Ты получаешь сладкое. Но здесь не хочется даже придираться. Потому что в морковном торте, кроме сахара, никакого больше не было вкуса. Здесь все равно. Шоколад, сливочный крем. Да, мне понравилось. Спасибо вам большое. Следующий. Спасибо. Чизкейки от фирмы Чизбери. Тысяча триста семьдесят девять рублей. Вот эти чизкейки вообще продаются, типа там, в Ашане, в супермаркетах. Мне было очень интересно попробовать. Интересно узнать, пользуется ли... Пользуется ли они ловкостью моих рук. Пользуется ли кофейня. Да. Такими чизкейками, что вполне вероятно. Потому что ты покупаешь за такую стоимость, сколько килограмм, наверное, здесь. Упс. Скорее тут нужно посчитать не количество килограмм, а количество кусочков. Да, здесь, кстати, килограмм. Я прям четко определила вот так вот. У меня руки уже, они взвешивают автоматически торты. Дай посмотрим, сколько кусочков. Давай. Написано... Сейчас мы посчитаем, сколько можно заработать с одного чизкейка. Уроки математики от Кати Бельщик. Ага. Просто куда-то кинула. Ну, чтобы посчитать, сначала нужно открыть. А это задача уже, знаете ли. О! Богато. Сейчас на крыльчатике здесь 12. Слушай, ну, такого размера кусочки больше 120 рублей не продашь. Я думаю, за 200 можно, если в Москве. Ну, 150. 150. Ну, вот. Вот тебе и математика, вот тебе и прибыль. Ну, сами посчитали, как бы, да, делать... Всего лишь 50 рублей прибыли. Нормально. Лучше, чем ничего. Давайте разрежем. Я ж только что затачивала ножи, почему он вообще не режется? Какой-то полиэтилен. Какой-то костюм для дайвера здесь, я не знаю. Так. Он, кажется, вообще не разморозился, да? При том, что он стоял со всеми вместе с ребятами и должен был разморозиться. Это для кофейни, в которую посетители не с утра приходят, то есть там, ну, к обеду. Вот такой кусочек торта. Очень крохотный. Дай бог 100 грамм. Кусай. Прям так? Кусай, детка. Он ледяной. Сбоку, сбоку кусай. Слушай, он неплох, да? Да, он неплох. Вы знаете, когда пробуешь десерт в замороженном виде, вкус становится чуть менее сладким. Я думаю, что когда он полностью разморозится, он станет послаще. Сейчас, конечно, после предыдущего торта Альменди, он мне кажется супер, прямо-таки непритерным. Я что, сразу ощутила, вроде бы он неплох, но какой-то яркий вкус творога именно. Ты заметил? Я маскарпоне почувствовал. Что? Какой тут маскарпоне? За такую цену не может быть маскарпоне? Я тебе говорю, у меня вкус маскарпоне во рту. Вот смотри, я сейчас тебе скажу состав, да? На первом месте у нас идет молокосодержащий продукт. Творог обезжиренный. Второе место. Заменитель молочного жира. Вау. Значит, молоко сухое, молочный белок, ну и там дальше пошло. Поехала. Ароматизатор сливки молоко. О, ароматизатор ванилин. Состав просто отвратительный. Это не чизкейк ни разу, но по вкусу ощущается нормально. Я сразу пойму, что это прям не оригинальный чизкейк. Тут, наверное, написано, что это там Нью-Йорк, да? Ну, вряд ли в Нью-Йорке такой чизкейк. Хотя, откуда мы знаем, мы не были в Нью-Йорке, да? Может, его Уолтер Вайт готовила, а? Может быть. По-моему, хорошо очень на вкус. Из такого низкосырья сделать такой хороший вкус. Ну, это не чизкейк. Во-первых, когда я прочитала про ванилин, я поняла, что вот здесь вот этот ароматизатор очень сильно чувствуется, но он такой на послевкусие. Первое ощущение, что я ем творог. Второе ощущение, он уплотняется чуть-чуть, и как будто бы это творожный сыр. Ну, как будто бы. И дальше уже добивается тем, что чувствуются все ароматизаторы ванильные. Ну, это не чизкейк, но как бюджетный вариант окей. Правда, если это в кофейне буду за 300 рублей продавать, ну, прям грустно. Я от себя не могу поставить прям супер большой класс, вот Митя понравился, но вы знаете, что Митя у нас главный ценитель тирамису на шантипаке. Поэтому я бы доверять не стала. То есть, если вы себя узнали, да, тоже обожаете вот эти тирамису, когда прям открываешь и чувствуешь запах, видишь, что это элегантно, идеально белый крем. Митя, хоррэ, Митя, он опять живот будет болеть от этих сливок. Фу, ну, Митя, ну ты прикалываешься. Ну, настоящие растительные сливки, понимаешь, вот называют вещи своими именами, я им доверяю. Вот, очень-очень слишком растительно, да. И не так дешево для растишки, я тебе честно скажу. Но вот так вот на компанию в целом неплохо, да, вот так вот к чаю взять. Я попытаюсь к чаю. Ну, так быстренько заказали экспресс-доставочкой, да, к вам привезли, через 2 часа и хорошо. Ну, если так, да, ну, прям супер какого-то наслаждения, конечно, не получишь, наверное. Ватч, скейки повкуснее, конечно же. Вот, интересно, когда он подразморозит, что с ним будет, не станет ли он прям пластилином. В размороженном виде даже больше как мороженое какое-то творожное ешь. Так а вот я сегодня, знаете, какая дерзкая получается, что вы скажете. Что-то мне... Wild soul, ну, wild soul я сегодня, да. Давайте пойдем по элитке. У нас с вами сегодня есть настоящий муссовый торт. Это, вы знаете, не чизкейки, не морковные. Это муссовое сердце от фирмы Ля Берже. Поправьте, если это не так. Как ты думаешь, что это? Ля Берже, поправьте, пожалуйста, правильно ли мы прочитали? Кто из провинции Ля Берже? Ой, а что это внизу у него? А что это за подложка-то, пряник? Он такой, как будто бы уже амур его немножечко бахнул стрелой. Вот здесь есть у нас небольшой такой порез. Давай резать. Давай резать. Вытаскивай, что это, как это, как вообще жить с этим. Порежь пряник сначала. Ой, нежнятина пошла. Ну, Ля Берже, постарались. О, ну просто муссовый торт, да. Давайте пряник как-то отсоединим отсюда. Блин, реально пряник. Ты знаешь, это похоже больше на основу чизкейка. Что-то песочка какая-то здесь пошла. Даже с какими-то орехами, возможно. Какой-то хрустящий слой. Что-то интересное. Пробуем. Ой, слышали? Слышали? Обожаю это шипение. Куда ушел? Слушай, ну прям реально муссовый торт. Вот как мы у кондитеров заказываем, офигеть. Вы знаете, я так обрадовалась, потому что это действительно самый вкусный торт за сегодня. Я вам так скажу. Он очень близок к классическому муссовому торту. Единственное из нюансов, наверное, для меня чуть водянистый мусс. Чуть-чуть насыщенности не хватит. Желированный, да, сильно? Да, почувствовал. То есть и как бы вкус ушел. Соответственно, он не сильно сладкий, потому что вместе со сладостью и вкус ушел. То есть нет яркого ощущения, что это малина, клубника. Что-то такое. Сливочности вообще нет. Вот сливочности нет. Как будто бы мусс сделан на воде. Но он очень прям легонечко так заходит. Его можно чуть ли не целый торт сразу съесть. Он прям такой легкий, как какие-то детские желешки, такие десерты. Пряник супер хрустящий, вкусный. Таким, какой должен быть в чизкейке. Если он не отсырел. Просто вкусная песочка хрустящая. Мне понравилось. Вы, конечно же, спросите, сколько он стоил. Я знаю. Такой немой вопрос уже повис в воздухе. 909 рублей. Здесь у нас с вами 590 грамм. Ну, то есть 600 грамм. Он стоит дороже, чем... Не, ну сколько? Килограмм муссового торта у кондитеров обычно 2000 стоит. Чуть дешевле даже стоит он, получается, чем у кондитера, например, взять. Мне кажется, пока что это самый удачный вариант, что взять к чаю. Конечно, если человек никогда не пробовал муссовых тортов, он, наверное, удивится. Потому что действительно муссовый торт настолько сильно отличается от классики бисквитной. Да, там пропитанный сиропами, с каким-то плотным кремом. Это легкость, воздушность. Но может быть гораздо лучше. Вот на мой лично вкус. Давайте посмотрим, что по составу. Как будто бы все натуральное, по моим ощущениям. То есть ничего такого прям пагубного не попробовала. Сливки 33. Шоколад белый. Прям шоколад. Пюре малина меланж. Гель клубничный. Кстати, это все мне нельзя давать. Это там клубника есть. Желатин, арахис, пюре апельсина, разрыхлитель теста. Слушайте, отличнейший состав. Да. Перышко мы не заценили. Глазурь, не глазурь? Мм, это что было? Что-то лаймовое. Вау. Какой-то шоколад мохито. Мм, даже неплохо. Ну, такой прям бодрит, я бы сказала. Ну, на 14 февраля можно, как говорится, побаловаться. Ну, давайте попробуем еще ассорти. Я так понимаю, от этой же фирмы. Лаберже. Сразу как раз-таки удачный вариант, чтобы заценить, классная кондитерская или нет. Потому что здесь у нас три с вами вкуса идет. Это... Четыре. Четыре, да. Ой, как я хорошо считаю, просто лучше. Уроки математики от Кати Вечер. Йогуртово-черничный, йогуртовый с маракуйей, карузель и три шоколада сырный. Карусель. Кстати, написано йогуртовый с маракуйей. Украшен шоколадным декором. Супер. Стоил такой 749 рублей. Ну, вообще, я считаю, даром. 560 грамм. Вау. Если будет вкусно, то супер. Так что? А, вау. Маскородкование. Йеп. А вытащи эти пластмасски все. Раз. Два. Кто уже, кто уже, кто уже, кто уже песенку поет. Давайте маракуйный. Вот. Ну, в целом, выглядит вот так, да? Понимаем все. Но другие по-другому. Да. Не, я подправил. Сейчас конкретно. И йогурт с маракуйей. Ой, ну прям нежнятина-нежнятина. Прям пышненький. Кислый капец. До сих пор не понимаю, как у нас все торты размораживались в одних условиях. Но кто-то разморозится, кто-то нет. Нет, я, конечно, осознаю, что чизкейк почти килограмм весил. Здесь остались легкие кристаллики внутри. Вот за это я и не люблю муссовые торты. Ты же заказываешь к празднику. Очень ждешь всегда. И приходит полностью замороженный торт. И еще 2-3 часа тебе нужно ждать. У меня такие были случаи в жизни, когда просто вот с этими муссовыми тортами обломы случались. Понимаете? И мне прям что-то сильно напоминает. Знаешь что? Вкусвеловский торт мы тогда с Солевой Ашуриной пробовали в выпуске. Вот он на него похож. У него даже вид такой же. И прослоечка желейная. Сверху маракуйная. Очень вкусно. Сочетание вот этой кислинки с нежностью. Ой. Пробуй давай. Вкусно, но кисло. Вкусно, но кисло. А, однако, это гораздо интереснее, чем предыдущий малиновый торт. Здесь такая яркость вкуса вот этого маракуйного. Мне понравилось в целом. Такой легкий, икристый, искристый. Такой вот, как будто съел и не заметил. Ты даже не поправишься от него. Ну, такая вот иллюзия, понимаете? Следующий у нас... Кто здесь? Вот это крузель, что ли, вот этот получается? Вот этот вот. Или это йогуртовый черничный? Кто из вас кто? Давайте сейчас я попробую и расскажу вам. Угу. Такой прям многослойный парнишка. Какие-то... Угу. Это йогуртовый черничный, конечно. Здесь, конечно, мусс обалденный, как чудо творожок. Очень вкусно. Просто как даже пломбир какой-то черничный. Настолько легко тает во рту. То есть в маракуйном больше даже желатина. Прям пузырики ощущаются. Бисквитика немного внутри очень пропитанного. Ягодки есть. Суперский вариант. Да, мне понравился. Он, конечно, чуть более приторный. Вот, но вкусно. Ммм. Давайте попробуем три шоколада сырный. Ой, какой нежный, нежный, нежный. Опа-па-па. Ммм. Прям пудинг. Очень сладко, но нежно. Даже чересчур нежно. Крем прям жидковат получился у них. Не крем, а мусс. Сверху какой-то вкус такой знакомый. То ли помадка, не помадка, такая жидкая. Вот вы прямо его узнаете из тысячи, этот вкус. Такой слегка ликерный. Ну, что-то в этом есть. Ну, просто после ягодных тортов уже тяжеловато пробовать шоколадный. Они кажутся такими, слишком напористыми. Попробуем последний. У нас на сегодня экземпляр. Может быть, это что-то кофейное будет. Не знаю. Такой кусок. За вас, за ваш здоровье. Это карамельный пудинг. Бисквиты нереально пропитаны. Попробуем шоколадный декор. Не, шоколад фигня. Ой, прям глазурь голимая. Блин, последний шоколад испортил мне все. Как тебе? Вот этот светлый. Что-то как-то не очень. Мне вообще не понятно, что внутри. Вот этот три шоколада, наверное, вкусно. Попробуем. Странно. Это непривычные три шоколада. У меня все слилось во вкусе. Я как будто бы просто пудинг шоколадный съела. Ну, классно. Мы нежные три шоколада испортили темной-темной глазурью сверху. Вот испортили чутка, да. Она все забивает. Мне как бы нравится этот вкус. Но он как будто бы не отсюда. Как будто бы не надо было ничем его поливать, а просто ставить внутри мусс. В целом, прям потенциал у этого всего есть. Это точно. Очень странная сорти, потому что каждый торт настолько не сочетается между собой. То есть, непонятно здесь. Либо гостю раздавать по кусочку торта, то есть, выбирайте, там, хотите, маракуйю или чернику. Но мы всегда в семье сорти едим располовинивое. То есть, мы делим кусочек там на три части. Вот. И хотим попробовать все. И когда пробуешь все, происходит такое смешение. Особенно последний торт показался немножко невнятным. Он вроде и вкусный. Опять же, сочится бисквит. Какая-то карамель. Орехов много. Ты почувствовал в этом, да? Карамель с орехами. Мне даже интересно как-то описание посмотреть. Но здесь почему-то нет. Честно, в итоге из этих всех мне понравился кислый. Ну, маракуйя сам вкусный, да? Вот, карузель. Шоколад темный. Пудра миндальная, пудра арахисовая, да. Паста миндально-фундучная. То есть, здесь много орехов. Мне прям четко карамель ощущается во вкусе. Такое что-то прям, как бы, хорошо. Но четко еще хочется дотянуть, да? Чего-то вот, чего-то не хватило мне. Но первые два торта я отмечу классные. То есть, фруктовые варианты хорошо получились. Эти два необычные. Но я уверена, что на них, кстати, найдутся любители. Сто процентов. Прямо сто процентов. Потому что такая нежнятина. Действительно, ты попробуешь там торт Москва условно. Ну, он же весь такой тугой, с варенкой. И потом ты пробуешь муссовый торт и понимаешь, а что так можно было? То есть, муссовый торт это совсем другой мир. В целом, неплохо. Ну, знаете, я хочу продолжать свои поиски и найти прям самый вкусный муссовый торт. Если вам нравится такая идея, пожалуйста, поддержите это видео лайком. Давайте соберем 10 тысяч, например, лайков. И я сразу начну искать новые замороженные торты. Также вы, пожалуйста, сразу пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Возможно, какой-то торт прям супер требует моего внимания. И о нем должны узнать абсолютно все. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там очень свежо, интересно, насыщенно. Конкурсы всякие проходят. И большое спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти. Я вас люблю, обнимаю, целую. До новых встреч. Что? С моими руками. Всем белка. Вот так вот.